Капитал КАВЕО продолжается и потихоньку перерастает в целый проект. Мало того, что в этом двигателе был перепутан коленвал, установлен от двигателя 1.4 в двигатель 1.5, так еще и были кольца на поршнях перепутаны. Было первое и второе кольцо компрессионное перепутано местами. Первое кольцо это всегда идет стальное кольцо с хромированным кантом. Второе кольцо это чугунное кольцо, оно не гнется, оно ломается. А для тех, кто не знает, как выглядят какие кольца, по внешнему виду их отличить не может, то производитель колец их упаковывает специально вот в такие вот отдельные кармашки. Вот так они продаются. И в каждом кармашке уложены свои кольца. И подписано, что вот в этом кармане верхние кольца, в этом кармане второе кольцо, а вот в этом вот третье. Давайте посмотрим, как они отличаются между собой. Если смотреть, то верхнее кольцо, оно имеет хромированную полосу по кругу, а вот так вот выглядит второе поршневое кольцо. Оно по кругу черное, то есть нету никакого хрома. Не знаю, давайте посмотрим вот вместе два кольца. Вот, если вместе смотреть, то видно, что вот это кольцо блестит хромированное, это всегда верхнее кольцо. Второе кольцо черное, оно чугунное, это второе кольцо. Ну а маслосъемные перепутать уже очень сложно, они просто даже в канавки не влезут, в другие куда не попадет. То есть такие элементарные вещи, никогда не думал, что придется кому-то еще это рассказывать, но я нашел в двигателе, вот в этом еще мало того, что коленвал перепутали, еще и кольца были перепутаны. Такое ощущение, вроде бы как двигатель дети собирали, которые впервые видят машину и впервые его собирали. Перепутали и коленвал, и кольца. Я не знаю, коленвал, как они, кто им посоветовал, как они его нашли, это уже для нас останется загадкой. Коленвал бы установлен здесь от двигателя 1.4. Вот его номер, вот второй его номер. Можете даже в гугл забить и проверить, что это действительно коленвал от двигателя 1.4. Коленвал от двигателя 1.4 имеет меньший ход поршня, а точнее он имеет 73,4 мм ход поршня. А коленвал, который должен был бы здесь быть установлен, он имеет ход поршня 81,5 мм. То есть разница между ходами поршня в двигателе 1.4 и 1.5 8 мм. Именно по этой причине поршень не доходил до края блока 4 мм. То есть он до верха не доходил, это сразу было видно. Даже ничего там и мерить не нужно было. Так, что касается поршней. Поршня вот уже установили новые. Поршня устанавливается точно так же, как на автомобиле ВАЗ-2109. Садятся на горячую в шатун. Зажимается шатун в тисках. Греется головка шатуна, но по мануалу до 200 градусов. А в реальной жизни просто берем, греем головку шатуна. И одновременно, там каждые 10 секунд, пытаемся вставить в нее палец. Как только палец начинает в нее входить нормально, берем поршень с новым пальцем, заранее заготовленным. И устанавливаем его так, чтобы палец выходил на равную величину справа и слева из поршня. Можно снизу вот так смотреть. Ну и его по-быстрому отцентровать, пока шатун не начал остывать, пока палец не зажало. Вот такие вот поршня новые установили. Поршня устанавливаем новые, а блок точить не будем. Поршня значительно износились, поэтому было принято решение заменить только поршня. Несмотря на то, что поршня износились, а блок имеет еще нормальные размеры. И виден, даже хон до самого верха идет. Вот, то есть по блоку большого износа нет. Стерлись в основном только поршня. Их и меняем. Вместе с поршнями будут устанавливаться новые кольца, так как зазоры на старых кольцах были уже больше миллиметра. Хотели изначально установить коленвал от Deo Lanos, но оказалось, что коленвал от Deo Lanos на Aveo не подходит. Не подходит он по той причине, что на коленвале в Aveo есть вот такая вот проточка, на которую одевается вот такая вот шестерня, с которой считаются обороты коленвала. А на коленвале Deo Lanos такая шестерня устанавливается вот здесь вот, вместе со шкивом привода ремня генератора. То есть визуально очень легко отличить коленвалы. Коленвалы к автомобилям Aveo и Lachete имеют вот такую вот проточку. И здесь вот есть еще три отверстия по кругу, в которые, собственно, и прикручивается шестерня положения коленвала. Вот здесь вот даже есть специальный отливчик. Также удалось выяснить, что вот эти блоки практически все одинаковые. На двигателях 1.5, 1.6 и 1.8 это один и тот же блок, только в него устанавливаются разные коленвалы с разными поршнями. В двигателях 1.5 и 1.6 ход поршня 81,5 мм. То есть получается, что коленвал на двигателях 1.5 и 1.6 одинаковый. А вот в двигателе 1.8 коленвал уже имеет ход поршня 88,2 мм. Кстати, удалось найти информацию о том, что есть уже опыт установки коленвала от двигателя 1.8 в двигатель 1.6. Просто устанавливается коленвал от двигателя 1.8 и растачиваются цилиндры под поршень диаметром 80,5 мм. То есть это поршня и коленвал от автомобиля Lachete. И при этом даже шатуны остаются старые от двигателя 1.6. Говорят, что после такой доработки двигатель имеет 140 лошадиных сил. Судя по всему, что и в восьмиклапанный двигатель 1.5 можно всунуть коленвал от двигателя 1.8. Только будет ли от этого смысл с восьмиклапанной головкой блока цилиндров? Внешне коленвал от автомобиля 1.4 и 1.5 также очень сильно отличается. На коленвале 1.4 имеется всего лишь 4 противовеса. То есть вот 1, 2, 3 и 4. А в двигателях 1.5, 1.6 и 1.8 уже противовесы установлены все. То есть на каждой шейке коленвала имеется противовес. Всего их там 8 штук. То есть даже внешне по фотографиям, если где-то продается коленвал, а вы номера не видите, то есть видно сразу, что вот это вот коленвал от 1.4, у него 4 противовеса. Еще сейчас начали делать какие-то новодельные коленвалы. Неизвестно кем и где они изготавливаются в каких-то кустарных условиях. То есть те коленвалы отличаются тем, что у них нет балансировки. Вот посмотрите, вот здесь вот есть балансировка, вот такие вот сверления в каждом противовесе. То есть во всех противовесах, вот на данном коленвале 4 противовеса. И в этих противовесах имеются вот такие вот сверления разной толщины, разной глубины. На коленвалах, которые изготавливаются кустарным образом, неизвестно где, там бывает всего лишь только или одно сверление, или бывают вот так вот посередине на одном противовесе. его весе, они как-то его отбалансировали, не знаю, возможно в подшипнике подвесили, там сам по себе не проворачивается, вот и вся балансировка. Вот так легко отличить коленвал заводской от кустарного производства, то есть по вот этим сверлениям сразу видно, что этот коленвал производился в заводских условиях. Также появилась у меня идея переделать двигатель с объема 1.6 на 1.8 и снять об этом видео. Если вам это будет интересно, пишите об этом в комментариях и обязательно снимем такую переделку. Ну а на этом все, всем пока, до новых видео!